Всем привет! Привет! Доброе утро! Доброе утро! Что мы будем делать? Сегодня будет хлеб! Хлеб, да. Это мне Денис подарил еще года три назад хлебопечку. Я изначально попробовала, у меня пару раз получилось, но я поняла, что никто его у нас не ест. Ну, как бы, я хлеб особо не ем, а Денис сам не съедает такую большую буханку. И получается, что я выкидывала. Потом как-то еще пробовала спечь, у меня ничего не получалось. В общем, просто переводила продукты. А сегодня хочу спечь хлебушек, и Димка будет кушать, да? Нет, я хочу не спечь хлебушек, а хочу бананы спеть. Ты че? Зареные бананы. Бамамы? То есть жареные бананы. Жареные бананы? Угу. Я все делаю по книжке, но не знаю, почему он не получался. Посмотрим, получится в этот раз или не получится. Что-то жопа. Жопка моя, жопка. Сегодня папа на работе, и мы с вами дома позавтракали. Да? Маш, вот как я умею, папа. Отлично. Вот сюда, в серединку, сюда никогда нельзя, только в серединку, осторожно. Угу. Так, 450 грамм. Все, мы с Димкой загрузили, правда не знаю, что из этого получится, потому что из-за этого монстрика я взяла и все перепутала. Из-за него, из-за себя, я невнимательная. В общем, засыпала все как в рецепте, но не в порядке, как правильно. Надо было сначала вода, молоко, сахар, соль, растительное масло, мука и потом дрожжи. А я засыпала вода, мука, молоко, сахар, соль. Короче, не знаю, что из этого получится, получится, не получится, будет видно. Может быть, благодаря шеф-повару у меня все получится. Наверное. Наверное. Я пошел попробую жвачку, а ты. И пойду смотреть монтик. Ну, в принципе, я так думаю, где разницы не должно быть. Кто хочет, кто... ой. Кто хочет, смотри и видео, и кто хочет посмотреть монтик на ниндзя, напишите. Я отправлю смешку. Я отправлю смешку. Ну, на самом деле, я тут много пробовала готовить. И ирландский хлеб точно помню. С такими, по-моему, с кунжута. Белый хлеб, а это я хочу французский. Но тоже, почему мы купили хлебопечку? Потому что когда-то давно маме моей подруга давала хлебопечку попользоваться. В принципе, хлеб был очень вкусный. Мы делали французский, но он был с обычным молоком. А у меня в рецепте сухое молоко. И вчера муж, кстати, еле нашел сухое молоко, потому что нигде его не было. Якобы считается дефицитным товаром. И дрожди. Купил мне, кстати, самые харимые. Я обычно пользуюсь став момент. Они классные. А это он взял вот такие. Не знаю, своя линия. Я вообще не доверяю вот этому. Своя линия. Хотя есть вот этот добрый знак. Ну, не знаю, посмотрим. И пользуюсь я весами. Не мерная ложка. Потому что почему-то у меня не совпадает вес и мерная ложка. Тут в комплекте вот такая она идет. И вчера тоже, когда, ну, думаю, доставать, не доставать, она у нас лежала сверху в шкафу. Зашла в интернет по отзывам. И много отзывов. Ну, в принципе, на нее именно отзывов мало. Но те, которые отзывы я нашла, все не очень хорошие. Все интересуются керамическим покрытием. Якобы оно какое-то инновационное. Все антипригадные. Это керамическое. Но конкретно хороших отзывов я, в принципе, и не нашла на нее. Ну, когда мы покупали, я тогда и не искала отзывы. Как-то, ну, выбрали. Хорошая. Редмонд классная. Мне понравился ее вид. Какая она на вид такая. Ну, красивая. Но. А сейчас хочу испечь хлеб, чтобы лишний раз не ходить на улицу. Просто, ну, за тем же хлебом все равно он заканчивается, что прежде за ним ходить, буду сама делать. Но, опять же, получится или не получится. Потому что Бухан, я не знаю, наверное, Бухан опять точно. Я просто выкинула. И как бы, ну, жалко. Портить продукты просто так. Ему говорит, мама, что ты такая красная? Я не знаю, что я красная. Что-то я на свет нормально. Да нет, вроде не красная. Может быть, чуть-чуть. Не знаю. Потому что дома устала сидеть. Надоело дома сидеть. Но все-таки я так серьезно приняла решение, что все, больше мы не будем шариться на улицу. Без причины выходить туда точно не будем. Не знаю. Получится поехать на дачу? Поедем на дачу. Не получится. Ну, значит, будем дома сидеть. Потому что с каждым днем растет все больше и больше. И с одной стороны, ты думаешь, что, ну, как бы, возможно, у нас такой... Димуль. Возможно, у нас такой эпидемии не будет. Но власти готовятся вовсю, и, наверное, им виднее. Будем дома скучать. Нет, включай мультики. Я сейчас пойду в такую комнату. Я сейчас одела теплую кофту, потому что подмерзла. Димка у меня уже проснулся. И что я хочу сказать? Хлеб у меня испекся. И что? И у меня опять ничего не получилось. Не знаю, что не так. Ну, точнее, не знаю. В этот раз я положила не совсем правильные ингредиенты. Но, в принципе, оно-то все равно все мешается. И мешается доста... Ну, сразу. То есть оно не дает времени там постоять, чтобы что-то настоялось. Не знаю. Сейчас покажу свое творение. Ну, что это за кусок? Не знаю чего. Блин, так обидно. Обидно, что переведены продукты, и уже кирпичом убить можно. Он, по идее, должен был подняться. А получился... Не знаю, как его достать. Сейчас как-нибудь попробую. Смотри, ребёнка. Вау. Ну, кстати. Сама отошла. Мама. Не знаю, тут он мягкий, а тут он... Ну, почему он такой плохой? Мой, подожди. Это хлеб, хоть бы? Хлеб, хлеб. Но какой-то очень странный хлеб. Это хлеб. Ну, в общем, такой он внутри. Хотя внутри он мягенький. Но я не знаю, что случилось, что ему не дало подняться. Как бы он замесился. Но почему он не поднялся? Не знаю, может быть, сейчас ещё раз попробую. Ну, а пока я успокоилась. Точнее, не пока, а наконец-то успокоилась. И поняла, что надо менять не ситуацию, а отношение к ней. И это я говорю не только про хлеб, который не получился. Я уже в форумах поискала в разных рецептах. Сейчас попробую по ещё одному рецепту. Ну, не получится, значит, не получится. А ещё что у меня случилось? Пока Димка спал, я сидела, монтировала мужу видео. Смонтировала. Ну, где-то это заняло, не знаю, в районе 40 минут, может быть. И, блин, я же за ноутбуком монтирую. И я забыла подключить питание. Я поставила визуализировать. И ушла себе успешно в комнату читать книжечку. Пришла, и всё. Ноутбук выключен. Я его включила, смотрю, отвизуализировалась наполовину. Ну, в общем, всё сбилось. Ну, слава богу, файл остался в последних сохранённых программе. То есть оно всё возобновилось. Но это всё пришлось отделать с самого начала. А ещё все вкладки в Google закрылись, которые я открыть... Ну, как бы, их можно по истории открыть, но там мужа вкладки, поэтому я не в курсе, какие ему надо. В общем, на всё нужно смотреть с улыбкой, правильно? Кто виноват, что у меня хлеб не получился? Я. Кто виноват в том, что я не включила в ноутбук? Питание. Я виновата. Ну, что поделаешь. Будем делать с самого начала. Видео я уже мужу выложила. В общем, там есть правила. Сейчас попробуем с хлебом. Кстати, Димка оценил тот хлеб. Говорит, мама, не выкидывай его, он очень вкусный. Я говорю, я буду новый делать? Он, нет, не выкидывай, я всё равно его буду кушать. Ну, посмотрим, что у меня с этим хлебом получится. Там по рецепту в книжке получается больше некоторых ингредиентов. Там воды меньше, муки больше. Здесь у меня меньше. Плюс тут идёт сливочное масло. Сухого молока меньше. Ну, я думаю, сухого молока всё равно, сколько его. А вот мука, вода, это было, по всей видимости, очень-очень упашно. Ну, что поделаешь. Может быть, зато научусь делать вкусный хлеб французский. Потому что обычно белый я делала, он получается. Но я хочу именно французский. Но тот, который мы раньше делали, он был именно на молоке. Блин, у меня так камера такая широкая, кажется. А я узенька. Ну, ладно, ничего страшного. В этот раз я буду всё правильно закладывать, внимательно. И буду пользоваться, я только муку взвесила, а сухое молоко буду пользоваться мерной ложкой из мультиванки. Не знаю, я прочитала, что вроде бы она как бы тоже хорошая. Честно, я ни разу не пробовала сухое молоко. Разводить с водой. Даже не знаю, что получится. Но я не хочу пробовать. Как бы мне... Ну, я молоко люблю, но чтоб так прям... Прям пробовать не хочу. В общем, загрузила я вторую порцию. Ну, не знаю, здесь получается... Ну, вроде как по пропорциям лучше. Я смотрю, шарик быстрее катается. Ну, то есть, тесто получается мягче. Не знаю, открывать опять или не открывать, когда его можно помешать. Посмотрим. Ну, в принципе, оно само справляется. Сейчас... Не-не, не буду даже открывать. Мне кажется, оно очень даже хорошо мешается. Ну, ладно, будет видно. А еще у меня здесь супчик варится. Говядина. И туда, не знаю, картошки, наверное, добавлю. Риса, возможно, как в прошлый раз. Что ты, жабка? Ой, что у меня тут такое валяется? А еще Денис позвонил. Сказал, что будет поздно. Причем поздно, скорее всего, не тогда, даже когда Димка ляжет спать. Хотя около 12, потому что срочно нужно заканчивать объект. А в связи с карантином, как бы, все переживают, что если запретят, ну, будут останавливать машины и спрашивать, куда вы едете. И плюс, если будет больше двух человек в машине, если будут штрафовать, то, естественно, ездить не получится. Короче, с Димкой сегодня будем развлекаться мы вдвоем. Ну, очень надеюсь, что хлебушек получится. Можем его перекрестить, что ли? О, шарик получился идеальный. Посмотрим. Если что, рецепт я оставлю в описании, если получится. Если не получится, ничего не оставлю. Выставлю на продажу свою хлебопечку тогда. А Димка опять у нас на роликах катается. А я соскучился. Соскучился за роликами? Ну, зайка, сейчас на улицу нельзя ходить, поэтому... Будем кататься дома на роликах. Как я себе хочу ролики. Кто бы знал. Но я тебя научу кататься. Да, только сначала надо ролики где-то взять. И потом будем вместе с тобой кататься. Может, у дедушки на даче найдется ролики? У дедушки точно на даче нет роликов. У него есть, там может быть, тачка, там и все. А роликов там нет. У Димки, конечно, классные ролики. Мы такие, так сказать, не экономили на них. Не раздвигаются. Не раздвигаются. Хочешь? Конечно. И девчачьи ролики хочешь? Там мне все равно какие. Хоть девчачьи, хоть мальчачьи. Лишь бы я в них не падала, а там все равно какие. Правильно? Мальчачьи не хочу. Ты же девочка, а я мальчик. А мне надо мальчискины. Мальчискины. Да, такие. Правда, они тут сбиваются. Это ролики. Они не могут быть в идеальном состоянии. Молодец. Умничка. Вот такой у меня супчик получился. Ну, в принципе, такой, как я в прошлый раз варила. Представляете, Диме сделала салат. У меня там одна морковка, четыре морковки пропадало. Короче, в ведерке. Я их почистила, потерла, часть на суп, часть заморозила, часть, думаю, брошу сюда и яблоки натерла. Вот я в детстве обожала такой салат. Дима, у меня когда обычно пробуют, я ему даю в ротик. Говорю, не понравится, выплюнешь. Капец, он его выплюнул. Говорит, нет, не нравится. Не знаю, чего. Ну, так он яблоки кушает и морковку ест, а все вместе не захотел. Ну, ничего. Второй ребенок взрослый съест. Я больше всего вот эту водичку любила. Вообще так вкусно. И, кстати, спустя года я узнала, что морковку, если кушать ее в сыром виде, она не настолько полезна, но полезные свойства не усваиваются. Поэтому сюда нужно добавлять хотя бы одну столовую ложку масла. Ну, либо же вот как то делает с майонезом. Ну, понятно, без яблоком, там, морковка, чеснок, майонез. То есть и за счет жира усваиваются полезные элементы или микро... Короче, витамины с морковки. Поэтому я сюда добавила столовую ложку. Но, если что, на вкус это вообще никак не влияет. То есть ты этого даже не чувствуешь. А вот мой хлебушек такой большой-большой. Кажется, получилось. В общем, не зря я... Ай, еще раз попробовала горячий. Но осталось сколько? 50 минут. Блин, это много. Потому что у нас уже время почти 9. Я думала, Димка сможет попробовать. Ну, завтра будет кушать. В принципе, свежий хлеб и не полезно кушать. И это я знаю еще. Когда страдала раньше желудком, то... Ну, вообще, вредно кушать такой горячий хлеб. Лучше на следующий день его кушать. Ну, такой вкусный, когда теплый. Ура! У меня получился хлебушек. О, какой он мягенький. Ну, пока весь он твердый. Я его накрыла полотенчиком. Конечно, я думала, что он выше будет. Но не знаю. Может быть, он такой и должен был получиться. Ну, посмотрим. Я его потом разрежу, когда он станет... Чуть-чуть этот... Остынет. Потому что он еще горячий-горячий. И чтобы вот это было мягче, накрываю полотенчиком. Правда, вот эту достала. Говорит, что не очень хорошо. Ну, как? В идеале она должна оставаться в хлебопечке. Хлеб доставаться так. Ну, бывает такое, что она достается вместе с хлебом. Как бы ничего страшного, но лучше, чтобы она осталась там. В общем, получился. Не знаю. Сегодня попробую отрезать его. Посмотреть, какой он внутри. Или завтра. Но если реально будет вкусный хлеб, то больше мы не будем покупать в магазине. Потому что у меня и мука есть. Так я знаю, с чего я его делаю. Ну, и плюс, чтобы меньше шариться в магазин. Потому что, ну... Ну, почему бы свой хлебушек не кушать? Он такой ароматный. Тут на всю квартиру пахнет. И вот я смотрю, что в углах некоторых плоховато смешался. Ну, тут буквально чуть-чуть. Но я не открывала хлебопечку. И не лезла туда. Лопатка не помогала. Я уже в душ сходила. Демка спит. Денис тут рядом. Тыкает в ноутбуке. Ищет, ищет. Это я думаю, что делать с головой? Она у меня так жирнится быстро. Я ее мыла когда? Два дня назад. Да? Или три? Голову мыла. Два или три дня? Два дня. Короче, капец. У меня голова уже грязная. Я сегодня уже не стала мыть. Но завтра утром надо будет уже мыть обязательно. Сейчас на ночь не хочу, чтобы больше продержалась. Чистая. Надоело уже. Сейчас кофе попили. Да, для нас это нормально. Перед сном пить кофе. Не знаю, зачем мы так делаем, но мы так часто делаем. Так уж. Я сплю потом дни. Если честно, так сегодня день пришел. Не знаю. Мне кажется, без Дениса даже легче. Потому что Димка у меня ни разу не кричал. Вот он сильно, когда Денис дома, сильно нервный такой, как перевозбужденный. Если я сказала нет, он бежит по Денису. Если Денис сказал нет, он бежит ко мне. И все время вот эти крики. А я психую из-за этого. А сегодня вообще прям умилочка. И все сделала. И в принципе нормально себя вел. В общем. Но мне скучно. А с другой стороны, то голова не болит. Сейчас-то уже разговаривали про подписчиков, про просмотры. Даже не знаю вот как. Как куда-то выйти. Выскочить куда-то. Я понимаю, что ну взаимки это вообще это полнейший бред. И я в этом абсолютно убедилась. Я не хочу больше этим страдать. Но. Но. Надо, чтобы было какое-то движение на канале. Но все-таки я за качество. Мне реально. Мне кайф. Что я снимаюсь. Вот это. Монтирую. Я монтирую сама же и смеюся. Вот. Во вчерашнем ролике там есть такое. Ну. Вроде она тупила. Вроде это бы вырезать надо. Но это так смешно. Если мне смешно, значит, я буду потом смотреть и буду смеяться. Ну. А кто. Кому не смешно. Ну. Что поделаешь. И вот как как куда-то выстрелить? Чтобы тебя увидели, чтобы ты выскочил где-то в рекомендациях. Не знаю. Вроде стараешься и так, и так, и так. Ну. А в любом случае я как бы останавливаться не собираюсь, потому что мне это нравится. Ну. Денису пока не надоело. Не. Сколько ты еще готов стараться? Я пока не наберу миллионов. Молодец. Ну. Мне до миллиона. Я, конечно, понимаю, кто влоги смотрит. Не знаю. Миллионников, влогеров. Я даже и не знаю. Там парочку. И то. Они как бы изначально не были влогерами. Ну. Хочется побольше каких-то... Как это на русском сказать? Однодумцы. Единомышленники. Единомышленники. Единомышленники, да. Хочется побольше единомышленников таких. Как друзей. Которые будут смотреть. Будут что-то писать. Возможно, какой-то совет. Или, может быть, что-то от меня возьмут хорошее. Какую-то идею. Мы спать уже ложиться. Да? Да. Сейчас пять минут. Так получается, что мы все время ложимся поздно. Все время. Стоим рано. Знаешь, сегодня у вас сколько? Сначала встала в полвосьмого, а потом уснула и встала в полдевятого. Но Димка уже не спал. В принципе, он у меня не будет. Особенно, когда Дениса дома нету. Он себе сидит, играется и не трогает меня. Как сильно проголодается, так и может разбудить. Но у нас это бывает очень-очень редко. Дима у нас едок еще тот. Так, ладно, короче. Всем пока. Я так буду долго разговаривать. Продолжение следует... Продолжение следует...